Николай Георгиевич Гарин-Михайловский Дневник во время войны Читаем Евгений Бразовый Пушковский 2 мая Сегодня, проснувшись, открыл было окно и сейчас закрыл. Холодно. Мы на Урале. Дорогу от Уфы до Златоуста проехали ночью. И сколько я не ездил, всегда поезда и туда, и обратно проходят ее ночью. А между тем почти вся эта местность – одна из живописнейших в мире, а сама дорога – одно из чудес искусства. Если бы было сколько-нибудь внимания к публике, если бы железнодорожное начальство чувствовало сколько-нибудь необходимость быть чутким к интересам туристов, то, конечно, и эту дорогу, и мост через Волгу – тоже одно из чудес. Из роскошных систем, второй в мире по величине пролетов, проезжали бы днем. Что внимание. Надо забыть о существовании публики, общества. Забыть, не помнить, удивиться, когда скажут, что есть какое-то общество, публика. Чтобы поступать так, как поступает уже больше десяти лет железнодорожная администрация. Распоряжайся она где-нибудь на Альпах. Кончилось бы тем, что мир забыл бы, пожалуй, и об Альпах. Захватили самый конец Уфа-Златоустовской дороги. Поезд подходит к Златоусту. «Одно название чего стоит?» – заметил военный инженер. «Не торопитесь, Сергей Иванович, язвить!» – ответил ему маленький молодой казак с глазами на выкате с бесшабашным выражением лица. Действительно, когда поезд завернул и в ущелье сверкнул, и сразу развернулся со своими прудами и заводами Златоуст, весь окруженный контурами гор, Сергей Иванович воскрикнул. «Черт побери! Действительно ведь хорошо! Вот где поселиться и пожить, и забыть обо всем, и вся! Давайте, Бог с ней, там, с войной! Останемся здесь, а? Какой-то армейский офицер, лысый, пожилой, с некрасивым лицом, с Владимиром за 25-летнюю службу, смотря в окно, задумчиво проговорил. «Это напоминает нашу крепость на границе Афганистана!» Он помолчал и прибавил, как мысль вслух. «Года не проходило, чтобы кто-нибудь с ума не сошел. Все больше доктора. Наш брат потверже, дует себе с утра до вечера водку, и горя мало!» «Мы уже огибали поселки Златоуста». «И как это у них все ловко!» — говорил Сергей Иванович. «Так и ставят дома по Косогору, видите? Уклон крыш такой же, как и скат Косогора. Очевидно, и фундамент не ватерпасит. Все-таки некоторое разнообразие. Ходит себе по комнате, идет в одну сторону, в гору, идет назад, с горы. Ничего не выдумает человек в интересах разнообразия. Мы вот на войну едем, а они... А это что же? Два кладбища. Одно побольше, другое поменьше. Одно, вероятно, для самоубийц, убежавших от разнообразия. Интересно, которое из двух в таком случае?» На вокзале, в открытых ловчонках, кустари продают свои изделия. Ножи, сабли, вилки. Все убогое, низкого качества. Когда-то очень давно здесь процветало это дело. Ну вот, умер какой-то мастер, и, как и изобретатель греческого огня, унес свой секрет в могилу. Говорят, очень богатый край. «Да, но он в руках казны». Одна поразившая меня новинка. Громадные кучи каменного угля. «Откуда?» «Местный». «Давно?» «Два-три года». «Далеко отсюда?» «Нет, где-то близко». «Жизнь, значит, все-таки идет вперед». Уже зовут в поезд, и мы едем. Извиваясь, взбираемся на уральский водораздел. Где-то под самым златоустом горит лес. Мы то совсем близко подъезжаем к нему, то опять уходим. В одном месте описываем полный круг и возвращаемся к тому же месту, но уже на десятки сажений выше. Горящий лес у самого полотна. Очевидно, горит уже не первый день. Но очевидно также, что лесной пожар никого не заботит. Благо, горит от полотна. Переменится когда-нибудь ветер, повернет назад, и сам собой прекратится пожар. А вот и Миас, ворота в царство золотых россыпей. Недалеко, в селе Масловке, все село занимается поиском золота. Богатеют, разоряются, обманывают. Очень интересная, совершенно особенная жизнь этих казаков-золотоискателей. Жизнь и в нашем поезде, впрочем, особая, ни на что обычная, не похожая. Наши пять вагонов, все из отдельных купе, все соединенные гармониками, с центром столовой, напоминают гостиницу с длинными коридорами, с открытыми дверями во все номера. Что-то общее на всем с бесконечным разнообразием в частностях. В одном купе идет карточная игра. Несколько человек окружили играющих и внимательно следят за игрой. А в другом, молодой офицер внимательно выслушивает какой-то горячий рассказ смущенной барышни. В следующем, одиноко сидит офицер и внимательно смотрит на концы своих вытянутых ног. Толстый капитан, несмотря на холод, сидит без сюртука, с открытым окном и чистит револьвер. А то просто гуляют по коридору. Остановятся, посмотрят, дальше пойдут. Последнюю телеграмму принес кондуктор. Эй, черт, опять все то же, что уже читали. Ну и провинция. Когда к ним новости доходят? Пять дней едем, и все те же телеграммы. Ну вот, в Челябинске узнаем. Телеграмму все-таки прочитывают. Как будто мы не хотим оставлять Ляо Яна. Да, интересно. На что решится командующий? Нас-то уж не станет ждать, решил уже, наверное. Неужели останется в Ляо Яне? А неужели уйдет? А по-моему, уйти до осени. Пусть-ка потянется за нами. Летом дожди. А после дождей, как окажется у нас войско 1400, ясно станет, что и войне конец. Кстати, не выпить ли пиво? И мы опять в столовую. За столиком несколько человек говорят о Горьком, Чехове, Андрееве. Память у Сергея Ивановича поразительная. Цитируют целыми страницами. Как хотите, говорит доктор-профессор. А все темы Андреевские, патологические. Идите на ваши лекции и убедитесь. А Достоевского темы, перебивает Сергей Иванович. Ну что же, Достоевского. Нет, давайте лучше выпьем. Горький, конечно, громадный талант. Но свое уже сказал. А про какой талант не говорили того же? Молодой человек еще. Только что развертывается. Однако книги его пошли тише. Да теперь до каких-то книг. А вот кончится война. Я первый даром, что уже три раза покупал и читал, опять куплю и прочту. Если, конечно, к хунхузам не попаду. А на этот случай вот. Перебивает Виктор Петрович и показывает Сергею Ивановичу баночку с сулемой. Ну, вы хоть синильную, что ли, запаситесь. А то ведь мучиться сколько же будете. Нет, вот я бы на месте наших писателей ничего бы во время войны писать не стал. Все равно, что не напишешь, ничего не прочтут. Вот шестой день книгу пишу я. Двух страниц не прочел, газеты бросил, телеграмму поскорее. Ну, еще так. Ко мне обращается профессор. Правда, что Андреев пьет запоем? В рот ничего не берет. Какой-то офицер спрашивает. А правда, что у Горького три имения? Ни одного и ни одного гроша за душой. Сергей Иванович с комической мрачностью говорит. Все и завралось, и залгалось. Что будет со мной несчастным, если меня убьют японцы? А пока давайте в карты играть. Какая игра? Подходим к Челябинску. Все рады остановке на два часа, и веселый гурьбой высыпают на платформу. До сих пор войны не чувствовалось, но здесь она уже чувствуется. Кроме нашего поезда стоят еще два воинских, готовые к отходу. Все это время идет отправка только сибирских войск на театр военных действий. В буфете офицерская семья, задумчивые лица. С ними сидит уезжающий на войну кормилец, сутоловатый, с нуждой на лице армейский офицер. Такими щеголями выглядят офицеры нашего нарядного поезда. Зала третьего класса переполнена семьями, провожающими своих мужей казаков. Дети одиноко прижались к бабам, а мужчины, все хмельные, все с желтыми околышами, а Савела, без цели ходят, заглядывают на платформу, возвращаются и, подумав, идут опять к буфету. Видя меня стоящим праздно, подходит хмельной казак. Вот двух сыновей отправляю. Надо. Надо. Отправляю. Всей семьей приехали провожать. Вот уже неделю живем. Теперь уже скоро. Дня через три, говорят, повезут. Казак размахивает руками, пьяненько жмется и не то улыбается, не то зубы скалит. Мочального цвета сбитая борода, круглая, с мелкими чертами, плоское лицо. Подходит его сын, похожий на отца, но помоложе. Вот этот самый сын мой будет. Он и едет. Вот, докладываю, что значит через три дня. Тоже выпивший сын строго обрывает отца. Я тебе ведь объяснил. Он начинает говорить медленно, раздельно. Сперва отойдет артиллерия, потом женская. Какое женское? Ну, сестры там, что ли, а тут уж за ними и мы. Ну, и я вот так докладывал. А ты помни. Сперва артиллерия. Я ухожу на телеграф. На обратном пути меня опять ловит отец-казак. Около него уже два сына. Все трое одно лицо. Но младший совершенно трезв. А этот, показывает отец на младшего, семь месяцев всего как с западной границы вернулся. А теперь вон куда перебросило. На восточную. Ну, что ж. Повоевать надо. Зато земли прибавятся. Говорят, и земли же. Наши ничего против них и не стоит. А вы сами тоже туда? В какое место? Валяоян. Ха. В самое пекло, значит. Я не буду драться. Ах. Как угадаешь. Не ждали, не гадали тут. А вот приходится. А в пекле до черта не увидеть. Мотает головой и машет рукой. Шашкой доброй, а то и винтовкой запасайся. Как раз и пригодится. Может, моих там встретишь, а то и выручите, может, друг дружку. А как звать? Андрей. А это Иван. Кабановы. Запомни. А вы тоже в лицо вглядитесь. На чужой стороне встретитесь. Как свои будете. Мы жмем руки и расходимся. Читается по изданию Николай Георгиевич Гарин. Полное собрание сочинений. Том 6. Петроград. Издание «Товарищество Маркс». 1916 год.